И обязательно обсудим то, что происходит в Курской области, обязательно обсудим, как это повлияет на ход войны, как это повлияет на другие, на судьбу других государств. У нас много ещё других тем, друзья, сегодня. Но начать я хочу, конечно же, с этой главной. И не просто с неё начать, а процитировать тот дайджест, ту подборку, которую сделал телеграм-канал Дмитрий Гордон. Кстати, подписывайтесь. Украина, благодаря операции в Курской области, вернулась во все мировые СМИ на передовицы и все заголовки сегодня об Украине. Я хочу буквально несколько заголовок ведущих мировых изданий процитировать вам. Итак, Wall Street Journal. «Молитвы русской матери найти пленного срочника встречены молчанием. Сотни срочников были захвачены во время внезапного вторжения Украины. Путин обещал их семьям, что они будут в безопасности». The Times. «Если Путин не пойдёт на уступки и откажется от переговоров, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области». Wall Street Journal. «Украинцы опозорили Путина, став первой иностранной военной силой, оккупировавшей территорию России со времён Второй мировой войны». The Guardian. «Необычайное вторжение Украины в Курск изменило ход войны, но это высокорискованная стратегия. После месяцев постоянного оттеснения наступление Киева и оккупации части российской территории застало Кремль врасплох». CNN. «Смелая попытка Украины прорвать границу России, спланированная в полной секретности, ошеломила даже ближайших союзников Киева, включая Соединённые Штаты, изменив ход игры в войне, которая длилась более двух лет». И, наконец, «Киевпост». Путин прибыл в Азербайджан на фоне украинского наступления на Курскую область. Ранее Кремль сообщил, что Путин и его азербайджанский коллега Илька Амалиев обсудят вопрос урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Дима, скажи, пожалуйста, тот вопрос, который задают нам в комментариях, который задают нам люди, которых мы встречаем, наши друзья, все сегодня обсуждают одно – что же дальше? Как будут развиваться события, начиная с того, что сейчас происходит в Курской области? То, что Украина вошла в Курскую область – это блестящая страница военной и политической истории нашей страны. Значит, конечно, это невероятно. То есть, если вот так вот представить себе, знаешь, я уже говорил, закрыть глаза, например, 24 февраля 2022 года, когда Украина стала жертвой полномасштабной агрессии русских собак, и открыть глаза сегодня, например, и посмотреть на свежие новости. Украина углубляется, дальше идет вглубь территории России. Ошизеть. Просто ошизеть. Значит, я хочу подчеркнуть, что я говорил о том, что скоро произойдет нечто фантастическое в наших программах за дней 10-15, наверное, до начала Курской операции. Это не просто Курская операция, это специальная военная операция Украины по демилитаризации, деноцификации Курской области, которая идет не просто по плану, она идет с опережением плана. И то, что происходит сегодня в Курской области, а сегодня мы понимаем, что происходит, и мы в ожидании приятных новостей, стучу по дереву трижды, потому что после уничтожения трех мостов через реку Сейм, а также понтонных переправ, которые русские начали спешно наводить, и все переправы, если они будут наводить дальше, будут дальше уничтожаться, Так вот, после этого шага Збройных сил Украины в окружение попадает от двух до трех тысяч русских срочников. Я повторю, от двух до трех тысяч. У этих срочников... Можно сразу, да, сошлюсь на билд. Украина близка к закрытию котла на реке Сейм. Внутри остается до трех тысяч российских солдат. Ну, по моим данным, от двух до трех. Будем говорить, как есть. У этих срочников, которые не нюхали пороха, которые стреляли всего, может, раз в жизни из автомата, у них две опции есть. Сдаться или погибнуть. Воевать и погибнуть. Воевать они не умеют. Угадай с первого раза, какую опцию они выберут. Конечно, первую. Конечно, они сдадутся в плен. И это огромная будет удача нашей армии, потому что, во-первых, мы получим мощный обменный фонд для того, чтобы менять наших ребят, которых, по моим данным, около восьми тысяч, наши бойцы, около восьми тысяч, находятся на территории России. И второе, это, конечно, политический фактор, деморализующий вообще всю российскую армию и все российское население. Ну, жутко деморализующий, потому что, напомню, бои идут на территории России в Курской области. Ну, это бывшая территория России, это уже территория Украины. И, конечно, то, что попадают в плен дети, а это дети. Потому что, как бы я ни относился плохо к России, но я видел своими глазами в течение долгих восьми часов пленных русских в лагере для русских пленных. Это был наш спецпроект с Главным управлением военной разведки. Отвратительные рожи этих Шторм-Зет, Вагнер и так далее. Я смотрю сейчас на пленных, которых берут наши ребята в плен, срочников. Это другая категория. Это перепуганные дети, которых взяли в армию, которые не хотят воевать. Просто те шли по контракту убивать украинцев. Разница есть. Эти перепуганные дети. Да, Дима, но если бы они оказались сейчас в других условиях, им дали оружие и месяц-два их потренировали, они бы также прекрасно убивали украинцев. Я тут не обольщаюсь. Конечно. Даже эти дети. И я не обольщаюсь. Но на лицо мы видим, что это другая немножко категория. И самое главное тут вот что. Это очень важно понимать всем нашим зрителям. Путин сказал, что срочников использовать не будут в боевых фронтовых условиях. Они будут находиться на охране границ. И там он говорил и так далее. И теперь смотри, что получается. Это очень интересная история. Значит, когда люди заключают контракты с российской армией, мы сейчас не говорим, что это за люди. То ли ипотетчики, то ли алименщики, то ли преступники, то ли зэки, то ли… То ли просто хотят заработать. Да. То ли люди, которые просто хотят заработать. То ли люди, которые хотят пострелять и заодно заработать. Там разные категории есть. Когда они заключают за большие деньги контракты, а разовая выплата доходит уже до более чем 20 тысяч долларов. Это вообще космос. Так вот, когда они заключают контракты, идут воевать и погибают, государству вопросов ни у кого не должно быть. Потому что их семьи знали прекрасно, куда они идут. Они получали деньги и получают гробовые большие. Поэтому социального напряжения гибель контрактников не влечёт. Понимаешь? А теперь срочники. Это дети, которых забрали у матерей. 18-20 лет. Их обещали не использовать на фронте. Они погибают или попадают в плен. И вот это уже признаки большого социального напряжения. Путин это очень не любит. Теперь смотри. Выступает Апти Алаудинов. Это лидер батальона Ахмад. И говорит, ну вообще, такие вещи произносить нельзя вслух. Но он произнёс. Он сказал, что, а что вы вообще? Вас Россия родила, обеспечила всем для того, чтобы вы защищали Россию. Сейчас идёт речь о том, что враг на нас напал. Он у нас в Курской области. Идите защищайте Родину. А иначе зачем вы России нужны? Вы родились, он говорит, для того, чтобы воевать. Для того, чтобы защищать Родину. Ему не приходит в голову, что люди рождаются не для войны, которую сами развязали. А для нормальной человеческой жизни. Для того, чтобы любить, учиться, рожать детей. Понимаешь, быть полезными своей семье, миру. Нет. Эти мысли не приходят в голову. И Абтелла Удинов от имени России прямо говорит, что вы что там раскудахтались? Идите воевать. И это же говорят ещё российские генералы. Да, они говорят, вам 18 лет. Ну так что, во время Великой Отечественной войны шли 18-летние и погибали за Родину. Идите и погибайте. Соловьёв это говорит, чмошник. Идите, заключайте контракты. Давайте, защищайте страну. Пришло время, он говорит. Ух, ни хера себе, пришло время. Развязали бойню в Украине. А теперь пришло время отправлять 18-летних. Это просто с Соловьёвым очень смешно, потому что я видела этот отрывок. Он сказал о том, что если ты нормальный русский мужик, пришло время, бери оружие в руки, защищай Родину, не сиди. И тут хочется у него спросить, а твои сыновья, очень взрослые, половозрелые, крепкие мужики, русские. Модели, модели. Они нормальные? Они будут заключать контракты с российской армией или они заключать контракты будут с очередным модельным агентством? Поэтому, да абсолютно ты правильно всё говоришь. Поэтому суть в результате в том, что для России это шок, для России это кошмар. И уже всё большая часть россиян осознаёт, что к ним вернулся бумеранг. Война перенеслась на территорию России. И понятно, что на Курской области Украина не остановится. Ну это же понятно. То есть я сейчас скажу какие-то вещи, но, ребята, проверите то, что я скажу. Конечно, Запад даст разрешение Украине на нанесение ударов по России дальнобойным оружием. Конечно. Даже не думайте. Конечно. Конечно, благодаря дальнобойному западному оружию будут вынесены все аэродромы. Все в обозримой близости. Все нефтебазы. Видите, как хорошо полыхает нефтебаза под Ростовом. Ну слушайте, 50 резервуаров, огромнейшая нефтебаза. 11 выгорели уже полностью. Пожар погасить не могут 500 пожарных. 500. Там погибли уже некоторые, обгорели, ранения получили. Полыхает знатно. Поэтому, конечно же, Украина сейчас будет выносить аэродромы, военную инфраструктуру. Конечно. Конечно же, будут продвижения вперед в Курской области, в Белгородской области. Думаю, что и в Брянской посмотрим. Конечно, Курскую АЭС возьмут. Даже не сомневайтесь. Конечно, возьмут Курскую АЭС. Мало того, когда возьмут, отключат огромные регионы России от питания энергии, которую дает Курская АЭС. То есть, приготовьтесь, русские, сидеть без света, без тепла, без воды. Просто приготовьтесь. Дальше. Все это повлечет огромные проблемы у Путина лично. Я уже не говорю про Крым. То есть, по Крыму вообще ситуация предельно же понятна, я думаю, нашим зрителям. В час икс... Я примерно представляю, когда это будет. В час икс будет одновременная атака на все военные части, аэродромы и сопутствующую военную инфраструктуру Крыма. И как венец крымский мостик прикажет долго жить. Ну вот, например, экс-адмирал США в отставке Марк Монтгомери, известный очень человек, компетентный, профессиональный, в интервью «Голоса Америки» заявил, Керченский мост является законной целью, которая, вероятно, будет поражена. Он сказал, что фактически не имея собственного флота, Украина достигла впечатляющих результатов противодействия Черноморскому флоту России. Конечно, будет поражена. Ну, конечно. Кстати, я попутно хочу задать вопрос. А где хваленый русский Черноморский флот? Не видно его ни в Черном море, ни в Азовском. Ау, где он? Ну, большая часть... Дима, как Путин про лодку «Курск» подводную сказал? Да, он утонул. Он утонул. Большая часть Черноморского флота стала подводным, кормит рыб. А остальное выведено к чертовой матери куда-то далеко-далеко. И то, если они думают, что там, где это выведено далеко-далеко, мы не увидим взрыва в русских кораблях, они тоже ошибаются. Короче говоря, подхожу к тому, с чего начал. Удар по Путину лично будет нанесен огромный. Потому что российские элиты, не лохи, они прекрасно понимают, что когда у тебя на территории идет война, а ты с таким видом, как будто ничего не происходит, да, осуществляешь визиты, как в другие страны, так и в города Российской Федерации, и улыбаешься, то или ты так хорошо владеешь собой, что отпадает сразу. Или ты не информирован в полной мере, вот на это похоже. Или ты идиот. На это тоже похоже. Потому что я повторю свой тезис, я раньше считал Путина умным человеком. Честно скажу, но я исхожу из того, что стать президентом такой большой страны дураку невозможно. Но после того, что он так пошел в Украину войной, Да после того, что я имею открытые данные, что за время, начиная с 2008 года, по сегодняшний день Путин истратил на войну 2 триллиона долларов, 2 триллиона долларов истратил идиот на войну, в результате, ну, он же мог эти деньги направить на свою страну, необъятную, огромную, богатейшую. Ты представляешь, что такое влить в экономику 2 триллиона долларов? Это куча новых производств с нуля вообще, учитывая хорошее отношение с Западом, Запад бы дал технологии. Это занятые люди на производстве, которые зарабатывали бы огромные деньги. Это газифицированная страна, это дороги потрясающие, аэропорты, терминалы, но это вообще модернизация государства. Нет, это старый чёрт безмозглый, попёр сюда, попёр в Грузию, попёр вообще, где он ещё попёр, да где он только не попёр. И что? Деньги ухнули, Россия вообще в жалком состоянии, и войну он проиграет. Поэтому я и утвердился в своём мнении, что он просто идиот.